Транспортные полицейские Нового Уренгоя агитируют молодежь пополнить их ряды. Представители ведомства предлагают выпускникам старших классов и студентам среди специальных учебных заведений связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел. Линейный отдел может направить на обучение в Уральские и Белгородские юридические институты. Обо всем подробнее расскажет Владислав Сельнинов. Если вы совершите какие-либо правонарушения, либо преступления на этих объектах транспорта, с вами работу проводить буду я. Инспектор направления по делам несовершеннолетних Айселу Тарнакина предупреждает об ответственности за правонарушения на вокзалах, в самолетах и поездах. А заодно и знакомит студентов колледжа со своей работой. Охранять общественный порядок полицейских учат в специальных институтах, причем бесплатно. А успешные курсанты получают стипендию. Впрочем, это далеко не все преимущества. При выпуске обязательно предоставляется место службы. Какой отдел направляет, они там и берут с сотрудником. И специальное звание при выпуске – это лейтенант юстиции, либо полиции. Из десятка желающих носить погоны до своей цели доберутся не все. Половина не сможет пройти военно-врачебную комиссию и психолога. Многочисленные тесты специалистов смогут определить эмоциональное состояние будущего полицейского и его возможные действия во время чрезвычайных ситуаций. Настоящий работник полиции должен обладать качествами доброты, силой, смелости, мужества. До этой лекции я особо не интересовался работой в власти полиции и органов. Но сейчас планирую задуматься об этом и, возможно, захочу работать. Точно не допустят к служению закону, если в истории абитуриента обнаружат проблемы с наркотиками и алкоголем. На судимость проверяются и близкие родственники потенциального кандидата. Долгий путь от ученика к курсанту выдержат не все. Но сильные духом и незапятнанные перед законом смогут стать офицерами. Владислав Сининов, Павел Сморовоз, служба новостей, «Импульс». Продолжение следует...